Что по поводу перфекционизма хочу сказать и по поводу того, что вы откладываете дела на потом. Посмотрите, какие дела вы откладываете на потом, как часто у вас это бывает, что нужно кому-то позвонить, что-то сделать, и вы это все откладываете, 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 или пытаетесь все идеально сделать. Вы знаете, я книжку писала три года, пыталась её сделать идеальной, 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 идеальной. Она не идеальна, но я её выпустила, потому что иначе этого не случилось бы никогда, понимаете. Лучше это, как один из продюсеров говорит по бизнесу, лучше сделать это как-нибудь, но сделайте, а потом уже обшлифуете то, что уже сделано, но вы это уже сделаете. Иначе вы это не сделаете никогда, понимаете, никогда. На самом деле всё здесь, знаете, так интересно связано. Если вы пытаетесь стать перфекционизмом, перфекционистом и проявляете перфекционизм или откладываете дела на потом, это связано с вашей силой. У каждого человека есть определённая сила его, да, у кого-то больше, у кого-то меньше. И многие люди боятся использовать свою силу. Я уже в детстве была очень сильной, и у меня от моих эмоций, от дисбаланса, да, вот этих эмоций, не принятия себя, не принятия своей силы, у меня взрывались лампочки, перегорала полностью электропроводка, всё разбивалось. Разбивалась, могла просто пройти, например, стакан упасть, разбиться, и я не дотрагивалась даже до этого места. И вообще у меня было такое прозвище, как девочка-авария, потому что, ну, то есть что тогда происходило. И я этого очень сильно боялась, и я боялась проявлять свои эмоции, потому что моя сила, она напрямую была связана с эмоциями, и я могла немножко сэмоционировать. Например, мог случиться пожар даже, у меня было такое, что у меня загорелось, я чуть не сгорела в квартире, и это было, ну, не очень комфортно с этим жить. Поэтому я очень долгое время, я боялась своей силы. Но я её осознавала, и я не могла с ней, её обладать, направить. И поэтому подсознательно, я понимаю сейчас людей, которые подсознательно боятся своей силы, они её не проявляют, и они живут в рамках зажатости такой. И что происходит, когда мы ограничиваем свою силу, когда мы боимся свою силу, на самом деле не берём ответственность за свою жизнь на себя. И поэтому мы стараемся отложить всё на потом, потому что если это случится, то что тогда происходит? И мы тем самым параллельно пытаемся стать идеальными. Да, вот я говорила, что я старалась быть идеальной. Счастье это не приносит быть идеальной. И когда мы стараемся быть идеальными, мы стараемся это отложить всё на потом, то есть создаём перфекционизм такой, чтобы это было всё идеально, чтобы всё было хорошо, и вас это всё удовлетворяло. Но на самом деле что происходит? Что когда вы пытаетесь создать всё идеально, вы это всё откладываете на потом. И до этого у вас руки не дойдут. И я очень благодарна вот этому продюсеру, который сказал, что сделай как-нибудь, но сделай это, в том числе с моим YouTube-каналом. Мне очень сильно помогло. То есть пускай хоть как-нибудь, но это есть, и там уже 300 видео уже есть, а так бы это всё лежало бы и создавало бы такой голодайк знаний, и он просто никуда бы не пошёл, я бы не пошла по пути своему предназначению. Когда мы откладываем на потом, мы боимся риска, риск неудачи, риск осуждения, риск, что не получится. И тогда мы перестаём наслаждаться жизнью, перестаём радоваться жизни. И так вот, когда вы всё это откладываете, вы не можете насладиться даже перспективой того, что произойдёт. И я тоже заметила за собой несколько вещей, которые я отложила, и это произошло этим летом, отработав вот буквально недавно блокирующие убеждения, связанные как раз с тем, что я отложила на потом. И уже буквально эти два дня у меня созрели проекты, стало понимание, я совершенно чётко всё прописала, и уже даже договорённости появились буквально в два дня работы.